Добрый вечер всем. Я, наверное, начну. Очень классно мы вписались на самом деле после выступления Сергея, потому что мы как раз расскажем вам про бонусы, про лояльность потребителей и как ее создавать. Перед тем, как начать, хочу попросить всех отсканировать QR-код. Как раз-таки после прохождения QR-кода, точнее после скана QR-кода вы попадете в наш Telegram-бот, и там вы можете пройти задание, после которого вы все получите наш бонус, который сможете вывести сразу же либо на карту, либо на баланс мобильного телефона. Это подарок для каждого из вас от нас. Это не дисконт, это бонусы. Все успели отсканировать? Я могу продолжить? Поднимите руку, кто стал считать условия по обработке данных. Ну мы честная компания. Мы предупреждаем человека о том, что мы собираем персональные данные. Мне бы хотелось посмотреть на человека, кто хоть раз прочитал вообще публичную оферту. Вы наконец его увидели. Это Сергей. И Петр тоже подсказывает, что читает. Мы сегодня расскажем, как повысить лояльность потребителей и торговых точек к бренду с помощью Телеграм-рекламы, промо-механик, точнее с помощью Телеграм-бота, промо-механик, интернет-рекламы. Как три эти темы связать и построить понятный путь пользователя от потенциального клиента к постоянному потребителю. Собственно, вот три шага. Вовлечь, удержать, влюбить в бренд. Трафик – это инструмент привлечения потребителей. И Телеграм-бот – это шаг в будущее. Я думаю, что это must-have для ритейл-компании. Но об этом расскажет Дмитрий. Начну я с истории о инструменте, который поможет вовлечь, удержать и влюбить в бренд. Это история про промо. Мы не стали добавлять примеры промо-сайтов, потому что каждый из вас, наверное, такие сайты видел. И каждый хотя бы раз в жизни участвовал в промо-механиках. Какие инструменты есть в проведении промо? Это викторины, накопление баллов и обмен на призы, гарантированные и мгновенные призы, привлечение друзей в обмен на выигрыш, периодически розыгрыши призов и колесо фортуны. Мы разработали платформу, которая имеет в себе все эти механики, и мы можем помочь внедрить для ваших потенциальных клиентов их. Основная проблема в проведении промо, с которыми старкиваются бренды, это проверка чеков. Компании привлекают BTL-агентства, которые сотнями человек сидят и проверяют эти фискальные чеки. Мы эту историю автоматизировали с помощью искусственного интеллекта, и у нас проверка чека занимает 3 секунды. То есть пользователь сразу же получает ответ на то, приняла ли платформа чек, и она интегрирована с платформой OFD, и она автоматически дает ответ пользователю. Также мы автоматизировали процесс проведения розыгрыша. Не нужно больше выгружать базу. Система автоматически проведет недельный, дневной, месячный розыгрыш, основной розыгрыш, выберет победителя и поставит его на главную вашего промо-сайта. Также, если вам все-таки нужно выгрузить базу, у нас есть возможность выгрузки базы в любом формате Excel, CSV. Также у нашей платформы есть централизованный сбор и анализ данных. Вы можете увидеть все важные для вас метрики и сгенерировать отчет о проведенном промо буквально за 3 секунды. В чем польза промо для бренда? Вовлеченность. Вы вовлекаете пользователей во взаимодействие с вашим брендом. Также это коммуникация. Вы охватываете пользователей и создаете комьюнити вокруг него. Лояльность. Пользователи, проходя ту или иную промо-механику, прогреваются к вашему бренду и остаются лояльны ему. Также это помогает увеличивать продажи. И быстрый доступ. Веб-версия позволяет играть на любом устройстве без установки. То есть мы можем проводить промо даже на базе Telegram. Промо. В чем основные преимущества нашей платформы? Мы можем полностью брендировать все механики для наших промо. А механика промо в следующем слайде. Управление пользователями. Вы можете управлять всеми пользователями из админ панели. И награды, и поощрения. Вот. А это как раз-таки игровые механики, которые помогают бенусировать пользователей. Которые и можно кастомизировать. То есть заместо мишек может быть логотип вашего бренда. Возможно, какие-то элементы айдентики вашего бренда. Также вы можете задавать слова, которые пользователи могут находить из общей картины слов. Вот. Это позволяет обучать и вовлекать. Это очень классный инструмент для повышения лояльности. Особенно в момент, когда мы вводим какой-то новый продукт. Второй блок — это трафик. Как удержать, вовлечь, мы разобрались. Но как их, собственно, привлечь? Привлекать их мы можем с помощью рекламы. И мы на самом деле про новый подход в рекламе. То есть мы не предлагаем вам платить за показы и за клики. Мы готовы запустить для вас рекламу с оптимизацией на регистрацию. Можем запустить рекламу во всех социальных сетях, во всех инструментах, также в программатик-платформах. Это позволяет охватить максимальное число из всех присутствующих в интернете пользователей. Что можем сделать для сохранения лояльности пользователей? Можем включить бренд-сейфити, исключить каналы с политическим контентом, с религиозным, с порнографическим, детским и любым другим контентом, который не соответствует лицу бренда. Также мы можем выбрать максимально эффективный источник рекламы, тот, с которого приходит больше всего целевой аудитории по самой дешевой стоимости. Как мы это поймем? С помощью админ-панели в промо. Вот. И возьмем ответственность за выполнение дневных, недельных и месячных KPI. А как же с помощью телеграм-бота сохранить лояльность целевой аудитории, расскажет Дмитрий. Всем добрый вечер. Многое было сегодня сказано как раз-таки про клиентов, но это мы, наверное, рассматривали физических лиц. Мало кто говорил о том, что помимо физлиц наших клиентов простые магазины около дома или это какие-то крупные ритейлеры тоже являются нашими клиентами. Клиентами именно производителей продукции в секторе FMCG. Возвращаясь вот к этому вопросу, я вам хочу предложить, давайте вернемся и будем отправлять письма опять голубиной почты. Все так скажут, ну это бред какой-то, да, зачем? Здесь есть современные у нас e-mail, рассылки есть, куча мессенджеров, ватсапов и так далее, и так далее, да. Да, конечно, это глупо. Вот одна из больших проблем, которую я вижу и с которой мы сталкиваемся повседневно в нашей работе, это работа производителей товаров с ритейлерами и с маленькими магазинами. То есть в настоящий момент есть большая проблема, как работает торговый представитель со своим клиентом именно с магазином. Там есть очень много больших проблем. Я часто по роду своей деятельности посещаю магазины, то есть хожу по полям и часто наблюдаю такую картину, когда приезжает торговый представитель, приходит в магазин и вместо того, чтобы, скажем, исполнять свою работу, он проводит там кучу времени, причем абсолютно неэффективно тратя ее. То есть по факту он или стоит, ждет продавца, когда он освободится, потому что продавцу намного бы важнее отпустить клиента и продать свой товар. Вместо того, чтобы рассказать про новую продукцию, опять-таки продавец занят. Вместо того, чтобы провести какой-то опрос, коммуницировать именно с продавцом, он опять не может, потому что всегда у нас продавец занят. И вместо того, чтобы провести в торговой точке 15 минут, которые ему положено там находиться, он в итоге может там провести до часа. И, соответственно, чем заканчивается эта история? Эта история заканчивается и для производителя, и для самого ритейлера большими убытками. То есть если мы это возьмем в круг и посчитаем даже в условиях одного района, одного города, если посчитать по всей стране или по региону, это выливается вообще в сумасшедшие деньги. Вот. К чему я веду? На самом деле вот эти вот все проблемы можно будет решить просто с одним инструментом. Простой Telegram-бот. Этот вот Telegram-бот, если вы его скачали, прошли по нашему QR-у и находитесь сейчас там, в принципе, можно посмотреть, что этот Telegram-бот умеет делать. При правильном подходе с помощью Telegram-бота можно построить правильную работу с торговой точкой. Ее можно, торговую точку, обучать чему-то. У вас вышел новый товар, вы сделали рассылку, соответственно, торговая точка прочитала это, узнала, все, торговый представитель не тратит там времени в этом магазине. Нужно пройти какой-то опрос торговой точки. То же самое. Написали в этот канал, прочитала торговая точка, ваш торговый представитель не тратит на это время. Допустим, вам надо сделать какую-то рассылку. Мы не забываем сейчас, что для, скажем так, компании сектора FMCG, сейчас сотовые операторы, по-моему, с прошлого года подняли стоимость SMS-рассылки. Причем подняли очень сильно, так как они их признают международным трафиком. Я не знаю, как в Узбекистане, сколько это стоит. В Казахстане это в районе 56-57 тенге за одно SMS, это 70 символов. Обычно ту информацию, которую хочет донести производитель, она обычно занимает символов 200-300, и, соответственно, стоимость SMS у вас увеличивается в 5 раз. Через Telegram-бот вы имеете бесплатный канал общения с торговой точкой, причем напрямую. И это существенно экономит ваши деньги. Я знаю просто бюджеты многих компаний, когда они проводили SMS-рассылки, и после внедрения вот этой вот большой платы за вот эту SMS-рассылку, ну, там были сокращены огромные просто бюджеты. Также через Telegram-бот можно бонусировать торговую точку. Это вот здесь как раз вопрос к Сергею, не вопрос к Сергею, это вот, наверное, тематика Сергея, да? Но что дает нам Telegram-бот? Мы убираем риск коррупции. Также в своей деятельности я не раз сталкивался с тем, что при выдаче бонусов, особенно товаром, часть товара не доходила до торговой точки. Она испарялась по дороге. Да, такие факты, они грустные, они есть, но многие, скажем, нечестные на руку люди построили себе там не только дома, но и намного больше. С помощью Telegram-бота просто как это убирается? Я вот даже могу объяснить такой вот пример. Допустим, алкогольная продукция. Ее запрещено рекламировать, но при этом вам надо запустить какую-то акцию, чтобы поощрять продажи, скажем там, ну, какого-то бренда пива. И вот, допустим, история такая. Вы, естественно, как производитель даете бонусное пиво в магазин. Привезли бонусное, допустим, бонусное пиво дошло до магазина. Привезли бонусное пиво в магазин, отдали его в магазин. У меня вот вопрос такой, а чье это пиво? Это пиво хозяина магазина или продавца? Кто как считает? Покупателя, да, я слышу? Хозяина, да? Ну, вы все же согласны же, что в 90% случаев это пиво заберет себе, скорее всего, хозяин магазина, и он его продаст и выручку положит себе в карман. Но при этом вам надо мотивировать торговую точку продавать пиво какое-то, какую-то определенную марку. Продавец у вас не заинтересован, он не получил никакого пива. Если, допустим, заходит клиент, выбирает там условно марку А, но если был бы у вас мотивирован продавец, и вы его через Telegram-бот обучили, как правильно мотивировать, как правильно предлагать свой товар, то в момент продажи продавец бы сказал, вот А, оно не свежее пиво, его неделю назад привезли, а возьмите вот Б, его привезли только сегодня. И в 90% случаев клиент послушается и возьмет, скорее всего, Б. Так вот, Telegram-бот позволяет мотивировать именно конкретного продавца, а не хозяина магазина. И вот этот вот бонус, но уже не в виде пива, а в виде, возможно, денег, может получить прям конкретный продавец. И это усиливает продажи, выравнивает их. И это абсолютно прозрачная система. Это не коррупция. Какой? Почему? Не так, я вам скажу. Я вам кейс приведу конкретный. Это в рамках одной и той же компании. Просто сегодня, допустим, не будем скрывать, пусть это будет EFES. У них несколько торговых марок. Но, допустим, внутри самой же компании идет упор, вот, допустим, в мае на эту торговую марку, а в сентябре на эту торговую марку. Здесь нет никакой коррупции. В рамках одной компании, да. Ну вот у них так вот маркетинг построен. Давайте дальше. Какие еще проблемы у нас может решить Telegram-бот? Ну, во-первых, ладно, хорошо, допустим, торговые точки видят телефон, но компания, которая, скажем, будет использовать наше решение, у них будет дашборд на веб-версии, где вы будете полностью видеть всю свою аналитику. Все торговые точки, все бонусы, всех клиентов. Ну, будете абсолютно полностью все знать. В принципе, я так думаю, что у нас, так как заканчивается время, я немножко буду сужаться. Вот, в нашей презентации вы сможете это все увидеть. Ну, давай дальше. Еще один из моментов, чем может управлять Telegram-бот. Вы можете отслеживать перемещение своего оборудования. То есть, каких-то холодильного оборудования, каких-то витрин, там, стойк каких-то. То есть, с помощью Telegram-бота мы клеим просто QR на оборудование, и через Telegram-бот мы обслеживаем, где находится наше оборудование. Оно находится на складе, оно находится в каком-то магазине, оно находится на руках у экспедитора. Или, допустим, если это оборудование какое-то сложное техническое, у вас сломалось оно, вы можете через Telegram-бот, как продавец, просто отправить заявочку с просьбой заменить мне это оборудование, или привезти новый, или там вызвать мастера, чтобы вам поменяли его. Также с помощью Telegram-бота можно делать регистрацию какого-то проданного товара, допустим, какие-то электронные девайсы. То есть, когда сам покупатель может с помощью того же Telegram-бота пройти, зарегистрировать это устройство, получить гарантию, получить какие-то кэшбэки. Дмитрий, я бы предложил, наверное, не перечислять функционал, если мы получим презентацию. Может быть, вы расскажете о паре кейсов ваших клиентов, с кем вы уже успешно реализовали, как по первому, так и по второму. Наша компания хоть и относительно молодая, но мы работаем сейчас уже на рынке Казахстана, Монголии, Киргизии, Узбекистана. То есть, у нас есть действующие компании Юрлица именно в трех странах. Это Узбекистан, Киргизия и Казахстан. Мы работаем с сектором, с производителями кофейной продукции, с производителями табачной продукции, с производителями винноводочной продукции, пивной продукции. Ну, это вот такие основные наши товарищи. Еще у нас автомасла, автохимия, автозапчасти. Отлично. То есть, уже достаточно широкое покрытие есть. Данный продукт, именно Telegram-бот, пользуется спросом у всех этих компаний. И на самом деле, допустим, почему Telegram-бот очень хорош, он позволяет модульное подключение новых каких-то функций. Понятно. Второй вопрос. А Telegram-бот, он на вашем сервере вы делаете под клиента под ключ? Или это один универсальный Telegram-бот, к которому там разные клиенты, то есть, ты заходишь и выбираешь разный тип акций? То есть, Telegram-боты разработаны под каждую конкретно компанию, это кастомные решения индивидуально под каждого. То есть, под каждого клиента, если там… И отдельные сервера, соответственно. Отдельные сервера, отдельные. Все понятно. И при желании можно будет также поговорить о том, чтобы интегрировать существующий Telegram-бот клиента, если есть такой. Да, конечно. То есть, мы можем и существующих клиентов интегрировать в этот Telegram-бот, и плюс мы можем еще интегрироваться с системами заказчика. То есть, это может быть система ритейлера, база данных каких-то, это могут быть системы базы данных самого производителя, или это текущие какие-то истории, связанные со складом, с 1С и так далее, и так далее. Просто почему я этот вопрос задаю? В Узбекистане сейчас, ну, я думаю, и в Казахстане, очень актуальна борьба с фейковыми ботами, рассылками, фишинговыми сайтами, которые маскируются под акции разных производителей компаний и пытаются персональные данные, либо деньги с карты угнать. Люди, как правило, достаточно доверчивы и достаточно часто лишаются денег. Расскажите, пожалуйста, как с безопасностью, как вы боретесь с фродом? Ну, отличный вопрос, это для нас такая хорошая тема. У нас иногда складывается впечатление, что мы работаем на Пентагон. Объясню, почему мы работаем на Пентагон. Дело в том, что те компании, с кем мы работаем, у них очень жесткие требования предъявляются к безопасности и к хранению персональных данных. И, соответственно, с условиями текущих договоров, которые мы заключаем с нашими заказчиками, мы обязаны проходить не менее двух раз в год penetration-тесты. Penetration-тесты для нас проводят западные компании. Соответственно, что исключает вообще полностью утечку всех данных. Поэтому, скажем так, те требования, которые предъявляются к нам, я говорю, у нас такое ощущение, что мы работаем на Пентагон. Понятно. Хорошо. Спасибо. Может быть, еще вопросы есть или комментарии? Да, конечно. Да, срочно. Доброе утро, спасибо большое. Выступление, скажите, пожалуйста, Вы, когда Ваш Telegram-бот масштабируете, Вы приходите к маленькому магазинчику или Вы приходите к поставщику продукции? Если Вы приходите к поставщику продукции, то получается, вот есть маленький магазинчик, который работает с тремя своими поставщиками в Telegram-боте. То есть им это не есть удобно, потому что с остальными своими контрагентами они все равно работают по старинке. Смотрите, на самом деле, это вот за все время существования нашей компании, это первое наше участие в таком формате. И мы первый раз вообще участвуем публично где-то, рассказываем про свой продукт. За семь лет существования компании к нам приходили, не мы приходили кому-то, к нам с Арафанным радио приходили. И как раз таки через этот магазинчик. То есть когда-то, давным-давно, семь лет тому назад у нас родилась эта идея. И, кстати, идея создать все то, что мы сейчас сделали, родилась на базе борьбы с коррупцией. То есть мы хотели победить коррупцию, чтобы как раз вот эти вот бонусы, которые идут в сторону торговой точки, они доходили до торговой точки. Они воровались. И вот когда мы это создали, на базе одной крупной компании, я просто не могу назвать ее, и посмотрели, что это работает. И другие компании, когда приезжают в этот магазин и отгружают свою продукцию, им говорят, а что вы так не сделаете? Вот они так сделали, давайте и вы так сделаете. И, соответственно, ну а если конкретно отвечать на ваш вопрос, мы заходим не через магазин, мы заходим через или производителя, или дистрибьютора. Потому что это выгодно и производителю, и дистрибьютору. И тем более это выгодно магазину. Потому что магазин, конкретно продавец, не хозяин магазина, он получает бонусы. Если, допустим, мы берем сейчас Казахстан, у нас, да, есть несколько производителей, у одного продавца в магазине может стоять три наших бота, и в рамках этих трех ботов он получает информацию, и в трех ботах он получает какие-то денежные вознаграждения за выполнение каких-то планов, фактов и так далее, и так далее. И дело в том, что когда мы приходим к новому производителю и говорим, ребят, давайте мы запустим вот эту историю, они говорят, ой, ну может мы не знаем, а получится, не получится, а вдруг торговые точки не знают. Мы говорим, ну вы пройдите, опросите их. Мы на 99% знаем все торговые точки. И они нас знают, наш продукт. То есть вам не надо обучать заново это все делать. За вас это уже давно сделали. Мне кажется, следующий этап, когда консолидирующий бот для больших готовностей, это такой следующий этап. Я ответил на вашу вопрос? Да, можно я еще один вопрос дам? Ну вот, а заказы же отправляются через ваш бот? Да, пресейл, система пресейл работает, и причем у нас был, кстати, такой интересный кейс в Монголии, да, когда, допустим, приезжает торговый, смотрит на полке, нету, ну как бы, табачной продукции какой-то, да, он спрашивает торговый точка, а что случилось? Он говорит, да мы предзаказ делали, приезжали ваши экспедиторы, мы им дали предзаказ, они приезжают, ну как бы, дистрибьютор говорит, почему не привезли? Говорит, а мы ничего не получали. Ну и вот друг на друга спихивают, все. Да, мы через Telegram бот сделали систему пресейла, где поступает заказ, падает определенному экспедитору, когда экспедитор привозит, через Telegram бот поступает подтверждение, да, получила торговая точка этот товар, все, следы остались, все рады. Вы знаете, просто вы привели примеры, вот с, вы перечитали компании, которые с вами работают, и говорили, что табачные компании, алкогольные компании, вот мы провайдеры электронного, производители, производители, вот мы провайдеры электронного документа оборота, с нами работают сети категории А, через нашу платформу заказывают продукцию у поставщиков. Вот какие были проблемы с поставщиками табачной продукции? Вот если торговый представитель не придет в точку, то он не сможет допродать директору магазина сопутствующую продукцию, там разные пепелки, зажигалки, которые никому не нужны, но ему нужно их продать, потому что помимо сигарет, которые и так у него купят, вот его цель какая? Его цель допродать продукцию, которая по большому счету не так нужна магазину, пепелки, зажигалки, ну вот-вот сопутствующий товар. Вы сейчас говорите про дистрибутера. Коллеги, я бы предложил дискуссию потом продолжить.